Вера Кучинская 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 классный, плюс еще интерактив со зрителем, мы подключили к этому всему делу Zoom. То есть это был прям прямой эфир? Да, мы не только просто нас снимают, и мы ведем концерт. Или мы об этом позже еще с тобой поговорим? Нет? Ну, давай прямо сейчас. Почему? Чего тянуть-то? Кота за хвост. То есть помимо того, что чаще всего сейчас онлайн-концерты делают, что там есть какой-то еще чат дополнительный отвечает к этому вопросу, но хотя большинство, на самом деле, вообще все равно в записи идет. Вот. Мы добавили интерактив с Zoom. То есть выводили людей за нами на экран, мы видели их реакцию, видели, как они танцуют, зажигалки, неважно, кто-то плакаты там писал. Но все это было по-настоящему как-то здорово, и на самом деле вдохновляло, и какая-то энергия была, и что люди, как человечество, несмотря ни на что, все равно найдут какой-то выход из сложившихся ситуаций. что ты в этот момент чувствуешь? Это же, наверное, какие-то абсолютно другие чувства, нежели когда ты стоишь перед тобой целый зал. Ну, естественно, конечно. А вот как это отличается, и что вообще? Ну, какие эмоции? Просто даже интересно. Мы, во-первых, такая группа, благодаря, во-первых, конечно, Степе, нашему солисту, нам, мы очень много отдаем энергии. И даже когда мы находимся втроем, мы, в принципе, можем зажечь даже для себя. Это очень важно, потому что бывают разные концерты, особенно корпоративные какие-то, заказные, где, ну, сложная публика. И бывает, что музыкант, он не всегда как бы артист. Как бы, может быть, очень творческий человек, но не артист. Тоже такие, как бы, немножко разные вещи. И ты можешь выйти в зал, у тебя как бы есть там свой репертуар, но просто растеряешься, и ты не можешь как бы вот эту энергию отдать. Ты привык ее просто получать. Ты вышел, там тебя ждут, они орут, ты вот это получил, и давай отдавать. Я работал как-то с таким артистом. И, а очень круто, когда ты выходишь, они сидят там, салат едят. А потом они все равно поднимаются и начинают как бы колбаситься. И это очень тяжело сделать. И вот наша группа это умеет делать. Здорово. Слушай, ну, давай продолжим про онлайн. Да, опять же, на что живем? Ну, во-первых, артисты еще получают какие-то роялти со стримов, с прослушиваниях аудиозаписей, с покупки там альбомов. Ну, все это авторские. Вот это, конечно, помогает как-то так существовать, жить. Ну, а как ты считаешь вообще вот эта жизнь в режиме онлайн? Она, конечно, и до этого была, но сейчас она получила вообще просто огромную популярность. Останется ли это потом? Будет ли это настолько же популярно, как и сейчас? Или, может быть, вообще отболело все? Все зависит от того, как долго это продлится, насколько мы к этому привыкнем. То есть, если сейчас нам через месяц, наверное, скажут, что все, ребята, все закончилось, мы нашли вакцину, теперь все, брызните все в нос, и все, как бы, если вы заболели, это был бы хороший вариант. Если не заболел, тогда только брызгай, а не в обязательном порядке. Вот. Тогда я думаю, что все может вернуться, как оно и было. Потому что, на самом деле, онлайн-концерты, они всегда были, и ты включаешь первый канал, идет концерт, посвященный Дню России, и, собственно, вот мы его и смотрим. Единственное, что мы не могли при этом переписываться в чате и говорить, что, о, Киркоров похудел. Хорошо, если так. Ну, говорит я, просто любя его. Поэтому, что сильно там ничего не изменится. И, в принципе, технологии тоже не стоят на месте, как бы от будущего тоже не уйти, что все равно будет дальше это как-то развиваться. То есть, недавно, например, я прочитал в интернете, что, оказывается, есть бионические глаза, что подключаются к мозгу людей, которые потеряли зрение. Ну, какие-то... Наверное, не всем это можно делать, но к определенным категориям, что они не видят их глаза. И подключают камеру, и импульс на мозг, и они начинают видеть какие-то очертания, картинки как-то существовать, там жить, что-то как-то ходить. До чего техника дошла. Да, то есть, знаешь, может быть, в будущем какие-то бионические руки, они тоже смогут не просто как будто их шевелить, а будешь ощущать, что как-то берешь этот стакан. А потом ты также сможешь ощущать полностью и концерт, и впечатление, что сидя дома на диване. То есть, оно все, конечно, такое страшное, и не хоть... Да, я думаю, это все равно не будет точно такие же эмоции, конечно. Я как-то присутствовал на самом таком запоминающемся концерте. Было это два или три года назад. Сейчас точно врать не буду. В том, в 2018 году. Мы поехали в Барселону на концерт Бьонсе Джей Зи на стадион. Ну, это прямо вот топ артистов, да, вот этих вот просто. И то есть, самое там крутое шоу, ну, опять же, в топе там десятки там самых лучших шоу мира. И мы на этом стадионе, мы очень близко к сцене купили билеты. И вот они прямо вот ходят около нас. И все, вот это шоу, вот эти вот экраны. У меня вот как мурашки вот пошли с самого начала, вот по всему телу, по ногам, по рукам. Вот так они два часа и длились. Конечно, это никогда перед монитором, даже самым крутым, большим, не переживешь, мне кажется. Да, сама атмосфера, конечно. Но, да, если продолжить. Давай продолжим. Я просто хотела вопрос с подковырочкой по поводу финансовой составляющей вопроса по поводу онлайн-концертов. Интересно, где вообще та грань? Сейчас много споров просто, да, что кто-то устраивает платные концерты, да, вот как ты рассказал. А кто-то эфиры в Инстаграме, да, ну и бесплатно. Где грань между платным и бесплатным? Все-таки затраты на онлайн-концерт, они имеют место быть. Это вообще такой вопрос, должен ли художник получать за свое творчество? Он всегда как бы есть. А почему ты не можешь выложить альбом свой бесплатно, например, когда ты его там сделал? Или почему твой концерт стоит так дорогой билеты, почему ты их не раздаешь? Это все как бы очень близко на самом деле. И тут уже кто как хочет, так делает, у кого есть какие возможности. Потому что, в принципе, мы так и делаем, что вот, опять же, есть Инстаграм, есть наша студия. Слава Богу, что она у нас как бы получилась свое оборудование собрать, и мы никому ничего не должны за это платить, кроме аренды студии. И вот мы там делаем эфиры, потому что и нам интересно, и людям, которые нас смотрят. Митя, смотри, ты живешь в Сестрорецке, да, в курортном районе. А в чем для тебя его привлекательность вообще? И есть ли любимые места тут у нас в Сестрорецке или вообще в курортном районе в целом? Конечно, ну, тут у нас потрясающая природа здесь. И как бы недаром наш район называется курортный. Не просто так, тут самая дорогая земля в Санкт-Петербурге. И, конечно, очень бы хотелось жить в доме, но, может быть, к этому когда-нибудь и придет побольше онлайн платных концертов. Очень много любимых мест. Я живу около Разлива. Район у нас называется Рай в Шалаше. Вот практически так оно и есть. Живем в Шалаше, но все кайфуем там. И вдоль Разлива у нас шикарная вот эта дорога, благодаря, наверное, музею, который там у нас есть. Я грубил велосипед, или мы там бегаем с детьми, там, с женой вдоль этой дорожки до заповедника. Гуляем в заповеднике в Сестрорецком болоте, который вот... Не, ну там очень здорово. Там просто вот я во все это очень влюблен, на самом деле. И просто вот каждый раз, когда там стою, просто говорю спасибо за то, что вообще я здесь живу. Вот буквально недавно я гулял по реке Сестра, и тоже понял, что вот эти тропинки, которые вдоль нее идут. Я помню в фитнес-клубе у нас, который раньше работал, монитор на дорожке. Были времена. И там выбираешь, как бы, тропинки, там, Новая Зеландия, там, еще какие-то вот. И ты вроде как идешь, и ты как будто бы идешь по этой тропинке. Я вот представил, что я иду, вот, в принципе, тоже по этой дорожке. И вот если бы была такая картинка, то я бы тоже был радовался, даже если бы это было просто на мониторе. Настолько у нас здесь здорово. Ну и, конечно, Финский залив, там, погулять с друзьями или одному вечером просто, ну. Особенно, если ветра нет. Особенно, если. Ага, сейчас те, которые катаются там на кайте, скажут, как-то нет ветра, и наоборот. Да, должен быть баланс. Баланс, и надо, на самом деле, еще так искать свои увлечения, как бы, в зависимости от места, где ты живешь, чтобы тоже сильно потом не переживать. Потому что, вот, например, у меня всегда как-то так зима удручала, потому что холодно. Ну, после того, как я стал кататься на сноуборде с друзьями, я, наоборот, жду, когда выйдет первый снег, когда он выпадет. Особенно эта зима, да. Да, когда можно будет куда-то поехать, покататься. Да, этой зимой было мало снега, но я уезжал в другие города кататься. Слушай, ну вот, ты так быстро влился еще и в общественную жизнь курортного района. Да, прямо уж в общественную. Ну, мне кажется, да. Ну, это значимо. Вот, например, ты выступил в поддержку музея Сестровицкий рубеж, который сейчас находится в тяжелой ситуации. И вообще, вот, по моим наблюдениям, ну, конечно, по скромным наблюдениям, ты человек открытый вообще, открытый к общению. И это сегодня качество, конечно, очень ценное, потому что все мы куда-то бежим, ритм жизни у всех бешеный. Ну, сейчас он немного замедлился, да, это скорее исключение. Как тебе удается сохранять вот эту вот открытость и доброту в этом бешеном мире? Поделись секретом. Ну, что касается Сестровицкого рубежа. Если, например, открыть в интернете музей Сестровицка, у нас будет два музея. Если я вот не ошибаюсь, вы меня поправите. Музей Шалаш. Да, музей Шалаш и музей Сестровицкий рубеж. Да. Шалаш замечательное место, там мы тоже очень любим гулять. Я был внутри музея, на их как-то не выставке. Экспозиция. Экспозиция. Если честно, не хочу никого обидеть. Это было как-то очень быстро. Получилось так. Я зашел. Возможно, потому что у меня не было экскурсии, не было экскурсовода. Так тоже часто бывает, что я уверен, что если взять с экскурсоводом экскурсии, то будет много чего интересного. Ты знаешь, они там классные мероприятия вообще проводят. Там молодой современный директор Наталья Степановна Коваленко. Им, наверное, не так просто, потому что, может быть, у них не так много ресурсов, чтобы сделать какую-то супервыставку, собрать все вещи Ленина, восстановить. Но они прямо там видно, что они так современно, креативно подходят. Вот эти все указатели, вот эти самые смешные. Ну, как-то так здорово, да. Очень за территорией они там следят. А Сестровицкий рубеж, он все-таки как бы частный музей. И ты туда приходишь, и ты тоже видишь, насколько там все с любовью сделано. Ты вот видишь, что это вот сделано, ну, абсолютно не задумываясь о какой-то коммерции. Потому что это вот просто какая-то единомышленники, которые решили вот это все восстановить, оставить, крыть эти окопы, укладывать вот эти вот бревна, восстанавливать этот дот. Если посмотреть там старые фотографии, как это все выглядело, да, там загаженное, обожженное, там исписанное. Так и было. И ты сейчас заходишь, и просто такое ощущение, как вот оно вот так вот все и осталось, как будто все законсервировали аккуратненько и оставили до нашего времени. Просто сколько там адского труда просто вложено. Слушай, Олег Бушко, по-моему, там просто живет в этом доте. Да, наверняка, ну, это видно. И экспозиция, тебе хочется действительно все очень рассматривать, смотреть вот эти вот письма, того времени читать оригинальные. Ну, это же просто здорово, что у меня было не так много времени просто остаться там и вот это все вот прочитать. Ты просто как будто вот действительно там оказываешься. Почитать эти листовки агитационные. К сожалению, не могу прочитать на немецком и финском, хотя это тоже было бы интересно, что мы... Все жизнь впереди, можно выучить язык. Ну, как-то надо переводы, на самом деле, бы там тоже положить, чтобы вот мы могли бы понять, что мы им скидывали, что писали, как их агитировали, что... То, что они нам скидывали, почитать, ну, это очень интересно. А по поводу твоей открытости и доброты, секретом не хочешь делиться? Ну, наверное, воспитание просто такое, как-то вот какие-то есть определенные принципы жизненные, по которым хочется идти, соответствовать, и вот так. Спасибо, что вы это заметили. Мы тут все это заметили, да. В 2017 году состоялась премьера клипа, который называется «Кит». Я сразу скажу, мне очень понравилось, прям вообще, всем советую посмотреть. И что же написано на YouTube-канале под этим клипом «Кит» — это мечта, ставшая реальностью. Это наша пиарщица Настя Гоголь придумала. Ну, но мечта-то была все равно, значит, что за мечта? Вообще, в принципе, «Кит», особенно такой, у нас есть такая легенда, что «Кит» подпрыгивает в океане, потому что хочет взлететь. Как бы хочет оказаться там, может, вверху и в облаках. И есть такие всякие очень красивые видео, где вот облака и плывущий по нему «Кит». Очень красиво так сделано, там компьютерная графика. И очень много таких вот картинок о мечте, что как вот этот «Кит», который все-таки вот мечтал, прыгал, 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 оказался все-таки в небе и полетел. Поэтому это тоже как бы получилось в такой мечте. У меня они как-то, эти слова сами как-то пришли, вот как-то очень легко написались. Потом ребята мне помогли с музыкой. И один мой очень хороший друг Митя Морозов, по-моему, мог это все снять и воплотить как бы свою мечту, сделать шикарный клип. Очень классно. Причем клип, на самом деле, опережает слова и музыку, потому что он получился очень классный. Многие клипы группы «Марсель» Не буду говорить про все, потому что все, к сожалению, не видела Их много, да Они сняты вообще прям как мини-фильмы Со своим сюжетом, со своей мыслью И интересно узнать, как вообще происходит процесс работы над клипами И как вообще производитель клипов, скажем так Он один и тот же или они разные? Разные режиссеры и так далее Расскажи, пожалуйста Стараемся работать с разными режиссерами И стараемся отталкивать, конечно Мне всегда хочется отталкиваться, например, о сценарии Потому что самое главное в клипе это задумка То есть можно, конечно, потратить очень многомиллионные бюджеты И как бы всех удивить, но у нас таких ресурсов нет Поэтому у нас все-таки идет о сценарии, о песне, о сценарии Вот самый, наверное, главный наш успех пока это клип «Предубеждение и гордость» Там снимались же известные артисты, насколько я знаю Да, Кирилл Нагиев, который сейчас стал очень популярным актером Особенно после фильма «Холоп» Да И он там одна из главных ролей Ролей Ролей, да Я был на премьере, я вот этот пиджак одел, засунул сюда Вот когда выходил из дома и смотрел, у меня приглашение на этот фильм А сюда засунул, увидел, что это в БДТ у меня приглашение И он, наверное, приезжал к нам в Гоголь-театр А, Гоголь-центр, да Гоголь-центр, господи Вот у меня праздничный пиджак Кирилл и Анна Пескова, которая тоже сейчас очень популярная Но она и тогда была уже известная актрисой Вот И получился, да, очень классный клип Снимал его Владимир Беседин Который тоже сейчас такой очень востребованный, крутой режиссер Ну и вообще, Игорь Штану Снял очень много клипов и снимает сейчас кино Да, клип там такой, что просто мурашки по коже Там действительно получился такой мини-фильм И это благодаря заслуге команды, конечно, Вовы Очень большая, потому что он собрал большую команду И, опять же, повторюсь, как директор группы небольшой бюджет Мы смогли выехать на два дня в Финляндию И отснимали там вот то, что снимается в доме Это все Финляндия А где вот подледные, надледные съемки И это Семиозер Под Питером тоже там получилось, что мы два дня Это все снимали Они съемки получились очень экстремальными И, конечно, Анна Пескова тогда меня просто поразила Когда она просидела в этой проруби минут 15-20 У ней был поддет тонкий гидрокостюм Который, на самом деле, вот я вам как дайвер говорю Что в холодной воде, когда она была Вода там 2-3 градуса, она не особо спасает Вот, и она отсидела, отснялась И потом мы еще все побежали ее согревать А помни, жили так просто На белых кедах три полоски И мы вдыхали под воздух С при вкусом волшебства Митя, ну я хочу продолжить, на самом деле Как-нибудь нужно сестре запечатлеть в своем клипе На века Да, и еще очень И сейчас вот последний клип Я вот не хочу никого обидеть, ребята Все, кто увидится из режиссера, которые снимали нам клипы Потому что есть еще очень хорошие, замечательные работы Последний вот наш клип Крайний Опять же, как дайвер Крайний, да, крайний Вот Это «Улетим за моря» Снимала его очень крутая команда Red Peppers фильм И если вы, наверное, знаете Вот эти вот Снимают они короткометражки Под эгидой дяди Спонсорник, дяди Ваня Консервы И ваны, помнящие детство Вот, вспомнил И еще короткометражка у них там Вот сейчас заняла там тоже какие-то премии Там интервью Серебряковым Ну, там так называется интервью Серебряковым Как к Серебрякову приходит дочка брать интервью Он ее не узнает Потому что она, ну, какая-то, видимо, там Внебрачная Ну да, внебрачная И она вот с ним разговаривает Как бы хочет просто узнать, что он не был за отец Вот Очень классные ребята, которые живут в Екатеринбурге У нас были настоящие приключения Этой осенью Мы поехали в Приэльбрусье Ездили там по горам Снимали, получился очень душевный Красивый клип А, все, я поняла, что это за клип Это где мальчик такой Мальчик, который, да В каком-то в скафандре таком Да, как космонавт Да, слушай, здорово Интересно, что вот на природе Вот много клипов Последнее время, мне кажется, да На которых запечатлена Именно красивые места Какие-то природы Как вы выбираете вообще эти места для клипов? Ну вот, не так давно, опять же, мы снимали районными кварталами Это такой павильонный клип у нас получился Вот А природа, опять же, я вот Был в Приэльбрусе, катался на Эльбрусе На сноуборде И вот, когда мы с ребятами созвонились из Екатеринбурга Мы просто начали как-то это обсуждать Потому что я недавно оттуда вернулся И они там были И вот как-то мы на этой теме И как-то у нас так сошлось, что давайте снимем там Ну потому что это очень красиво Это наша вот Это и Россия Это и на самом деле не так дорого туда стоит приехать Вот это все увидеть Погулять там, посмотреть И просто когда ты с квадрокоптера-то снимаешь горы Ну вот они вот Вот как-то их не сними Они все равно будут классные И очень красивые Да, просто потрясающие Митя, слушай, мы уже полпрограммы разговариваем И ни разу не поговорили о том Что тебя вообще трудно представить без такого музыкального инструмента, как саксофон Почему-то ни разу еще не было произнесено слово саксофон Я вот без саксофона сегодня Только сегодня, только сейчас Митя Блинов без саксофона А ты помнишь вообще свой первый музыкальный инструмент? Помню, конечно И почему вообще выбор пал именно на саксофон? Что привлекло? Это случилось очень рано Во втором классе Это, знаешь, как вот Ты как-то должен прислушиваться иногда Куда тебя направляет сама судьба И очень здорово, когда рядом с тобой есть кто-то, кто тебе поможет Как в этом выберем Все началось с родителей Наверное Маме на работе, помню, подарили какие-то По помощи Красного Креста Там киндер-супризы И такие была коробочка Там было их три киндер-суприза Я помню, что у меня попалась там корова Которая из диснеевская Такая корова сумасшедшая Она как-то имя какое-то есть И она была саксофоном Так я вообще узнал, что такое саксофон Плюс моя сестра, она играла на аккордеоне У ней была книжечка про инструменты И я там тоже увидел, что вот здесь оказывается саксофон Во втором классе пришла к нам женщина из музыкальной школы Когда я еще жил в Перми Пришла женщина из музыкальной школы И сказала, что ребята, приходите Заниматься Двери открыты Я поднял руку Спросил, на саксофоне можно? Учат? Она говорит Учат! И дальше там Естественно, на саксофоне там никто никого не учил А я пришел домой Я говорю, я хочу Ну замечательно, пошли Мы пошли в музыкальную школу Говорят, не учат на саксофоне? Играйте на кларнете Или флейте Я говорю, нет На кларнете не хочу Был там Кочеров Юрий Не буду врать отчество Я могу сейчас неправильно сказать Вот Он говорит, хорошо В принципе, там Близко, кларнет Саксофон Я возьму самоучитель Научимся Раздобыли мне инструмент А в нашем Пермском цирке Кто-то продавал Такой со стертым порядковым номером Украденным Родителям нашли денег Купили Это было Амати Классик, по-моему Он такой старый Чешский инструмент Словацкий Наверное, даже еще Не лучше Конечно, качество Где-то раздобыли мне трости Я даже не помню Как у меня там был Первый мульт штук И откуда Но вот я как-то начал играть Я уже представляю Сейчас заголовки Полосы желтых газет Митя Блинов Играл на краденом Конечно, на этом Но боюсь, что не будет Такого Как знать Вот Поэтому так все началось Постепенно И я на самом деле Свою-то жизнь Без саксофона Уже как-то и не представляю Он как-то вот всегда Потому что с 8 лет Как-то был со мной Вот во многом Меня помогал Выручал Знакомил меня С интересными людьми Попал я Даже так Да, конечно Я попал в творческий коллектив Пермский Антарес При Дворце Творчества Юных С которым мы поездили И повыступали Как-то И погостролировали Мы все были Молодые ребята В 11-12 лет У нас был руководитель Он раздавал там ноты Мы учили Как-то играли Кто как может Было очень здорово Это помогло На самом деле И не бросить инструмент Потому что Опять же Когда ты учишься В музыкальной школе Ну ты ходишь на экзамен Играешь Учишь материал И часто на этом Все заканчивается А тут тебя коллектив Тебя ждут твои друзья Ребята Там ударник Басист Гитарист Ответственность перед друзьями Конечно Да И мы вроде играем И нам Получаем удовольствие Выступаем Это Все конечно Мотивировало очень сильно Ну вот Сейчас Да Если продолжить Тему сексофона У тебя есть такой клип Ну Предновогодний Да Где ты Карлов Беллс Да-да-да Санкт-Петербург Там все так красиво И вот Знаешь Такое ощущение Что Ты единое целое С городом Да Вот просто Единое целое Ну ведь Это же не так Как мы понимаем Ты приехал Это не так Я хотела сказать Что Такое ощущение Что так было всегда Но Не всегда же так было Ну я уже 15 лет В Санкт-Петербурге Вот Почему Мы конечно уже подружились Но я очень уважительно Отношусь К Санкт-Петербургу Мы с ним абсолютно Не на ты Ага Вот не могу я вот так вот Сказать что вот Прямо вот Но я очень уважаю его И он как-то Собственно Петербург мне дал Все для счастья Чтобы сейчас быть Счастливым человеком Вот если бы я сюда Не приехал То все было бы Совсем иначе Я уверен Ну а почему В свое время Ты выбрал Можно же куда угодно В Москве Куча Опять же Вот я уже говорил Что просто бывает В твоей жизни Что ты вот просто Должен что-то сделать И ты как бы Особо не задумываясь Ты просто делаешь Какие-то вещи А потом Получается так Что они вот прямо Судьбоносные То есть тебя кто-то Вселяется Ты идешь на вокзал Покупаешь билет до Питера Жизнь Она на самом деле Часто нам дает Какие-то такие знаки Которых надо просто Не отказываться Их принимать Почувствовать И идти Куда тебя жизнь Направляет Опять же А Карлов Беллс Да Просто да Это просто за три дня Родилось Ну просто опять же Бывает какой-то импульс Я вот на самом деле С родителями рассказывал По ватсап И что-то достал саксофон Начал Потом подумал Это же можно разложить На несколько Потом подумал Что так Я сейчас всех обзваниваю Так вот собирать Сыграю сам Какую-то аранжировку делать Думаю сам На всех саксофонах Просто сыграю Потом нашел Быстренько Оператора И у нас было Буквально день Потому что нам надо было Успеть на Католическое Католическое Рождество Потому что Карлов Беллс Это все-таки Католическое Рождество А не Новый год Вот И не христианское Хотя может быть Христианское Потому что Корни-то и украинские Вот И композиция Вот И в общем Мы как-то очень быстро Так успели Очень замерзнули ночью Снимали это все Ну Получилось очень даже классно Учился ты в институте культуры, правильно? Культуры Наше джазовом отделение В Санкт-Петербурге Ну в принципе Так родилась группа Марсет, правильно я понимаю? Она родилась в общежитии на Черной речке На Лондском шоссе Просто Мы опять же Общались Играли Как-то встречались Родилась она в Курилке На самом деле Курилка по-моему сейчас закрыта Вот А мы познакомились именно там Степа играл на гитаре Свои песни А я как раз собрал там Четверых ребят И мы играли там Свои какие-то инструментальные композиции И вот был конкурс И я подошел к нему Говорю Что слушай Давай Твои песни аранжируем И выступим на конкурсе Он говорит А давай И так вот постепенно Постепенно По чуть-чуть До сих пор вместе Здорово Что сквозь года Это все сохраняется А помнишь когда К группе Марсель Пришел вот настоящий успех Чтобы там Песни с каждого утюга Там премии На улице узнают А можно с вами фотографироваться Ну У меня конечно такое было Что подходили и фотографировались Но не так чтобы прямо часто Хотя было один раз Очень красиво Вот Все очень у нас шло постепенно Вот У нас был один такой большой скачок Когда мы оказались на конкурсе На первом канале 5 звезд Называлась передача Год я сейчас не буду врать Возможно это 2007 год Но возможно Надо уточнять Так получилось Да все как-то быстро завертелось Закружилось Мы попали на этот конкурс И Когда ты такой молодой Наивный Когда тебе там 20 21 год Насколько там было Я уж не помню Ну Буквально вчера Да Тебе кажется Что вот так оно и будет Что ты окажешься на первом канале И потом Бах И ты уже звезда И вот Все как ты говоришь Нам всем так хочется Чтоб так оно и случалось И у кого-то возможно Так оно и происходит И это очень здорово Но у нас так не получилось И может быть это и хорошо Потому что Если бы наверное Вот тогда вот это случилось То нам бы конечно Тогда голову всем бы И снесло И снесло И скружило И были к этому И предпосылки В коллективе Это и чувствовалось Поэтому все что не делается Все к лучшему Потом у нас был такой немножко Большой спад После этого Потом одно Другое И как-то вот постепенно Опять мы как-то вышли На какой-то Свой уровень Ну то есть Звездной болезни Ты хочешь сказать что не было У меня по крайней мере Точно нет Остальные Надо спрашивать Остальных Опять же понимаешь Это такая вещь Которую надо смотреть со стороны Потому что ты вот Я на свои старые Те фотографии смотрю И в чем-то я там Недоволен Там или Какие-то Может даже видео Какие-то интервью А тогда-то мне казалось Что все нормально Может быть и сейчас Понимаешь Спустя какое-то время Я посмотрю наш с тобой разговор Скажу Ну какой дурачок сидит Ну о чем он вообще мелет Ну что он говорит А я посмотрю Скажу Господи Ну что она его спрашивает Боже мой Да Мы все как-то растем Меняемся И дай бог Если в лучшую сторону Поэтому это все Надо со стороны Я вот помню Что Очень много было сообщений Таких вот как раз Ну что ты там Не зазнался еще Помнишь там меня Или это Какие люди там Пять лет тебе не писали Ничего не говорили А то тебе Ну что там Не зазнался Или там еще что-то Вроде не зазнался Ребята Как-то Ты предпосыл Почему должен был Ну ладно Значит Рецепта от звездной болезни У тебя нет Просто на самом деле Многие Есть Есть Ну-ка Рано я Свернула тему Опять же рецепт От звездной болезни Знаешь Вот когда тебе кажется Что ты очень круто Играешь на саксофоне Например Ты включаешь Кенни Гаррета Например И много других Крутых очень Саксофонистов Ты слушаешь их И это тебя как бы Приземляет на земле И ты понимаешь Ну ладно парень Давай еще Поучимся Немножко Вот Это такой Хороший рецепт Один из них Ну в принципе Я думаю Что учиться нужно Всю жизнь И расти Вообще Чаще всего Даже вот люди Которые Меня сталкиваются Которые действительно Такой величины Прямо большой Ну для меня По крайней мере Что они такие вот Большие Громадные Они на самом деле Очень простые Там и в общении Как бы Потому что они тоже Как бы И знают себе цену И как-то И трезво Может быть Смотрят на жизнь И может Чего-то добились И комплексов Таких вот У них нет Потому что Вот это вся Тоже Звездная болезнь И опять же Люди Становятся Есть у меня Тоже такие Друзья Которые Мне так кажется Что вот они Как-то очень сильно Поменялись Не буду там Судить в лучшую Там в худшую сторону Но Когда у тебя появляется Как бы такая вот Свобода У тебя Деньги Которые на самом деле Тоже определенная Свобода Ты становишься тем Кем ты всегда Хотел быть И поэтому Если у человека У него появляется Какая-то Как мы называем Это звездной болезнью Как нам кажется Он просто всегда Хотел быть таким Ты раньше его знал И он просто Не мог себе позволить Быть таким А если человек Изначально был Внутри Как бы он был Свободный И простой Он таким И остается Мне кажется Так Это опыт Жизненный Сидим мы тут Такие все С огромным жизненным Опытом Слушай Ну Еще знаешь О чем хочется Поговорить Вот вообще О воспитании Музыкального Вкуса Все-таки У группы Марсель Есть Основная мысль Которую Которую Она доносит До зрителя То есть Это музыка Со смыслом Какая Какая Как ты чувствуешь Интересно Я думаю Что это Любовь Любовь к жизни Любовь К своей семье К своим близким Мне кажется Так Но тема любви Она у нас Вообще Через Конечно Все идет И так и должно быть Знаешь Когда я звонят А есть что-то На 9 мая Исполнить Что-нибудь О родине Вся песня о любви О любви к родине В том числе Да Ну Просто сейчас Много Знаешь Среди Среди молодежи Среди этих Молодых ребят Да У них Популярны Какие-то Другие вещи Да Ну допустим Артисты Которые там Хотят Хайпануть Да Назовем это условно так Заработать побольше Бабла И все Там никакой мысли Ничего вообще Абсолютно нет Ну Особенно меня рады Знаешь Когда включаешь Что-нибудь там Какая-то песня играет И ты сначала не понимаешь Это вообще по-русски Или как Вот с этим Акцентом Ну Манерность и все А мысли нет никакой Я думаю Что Молодым людям Им ну Достаточно трудно Среди всего Вот это Вот Вычленить что-то Но она тоже Современная музыка Она же разная Тоже бывает И даже О ком ты говоришь Что порой Там бывает Можно и вслушаться И что-то действительно Там Понять Как бы И увидеть Что действительно Есть творчество Есть исполнитель Скриптонит Вот Песня Любовь Вот мне она действительно Нравится Потому что Во-первых Очень интересная мелодия Я сам очень люблю Вот именно Для меня самая важная Даже мелодия И просто Как исполнено Все очень профессионально Со вкусом Сделано С классным звуком Как бы Есть Другие исполнители Которые не хочется Называть Да Не будем говорить Которые вызывают отвращение Потому что Ценности Которые они несут Ну они совсем уже просто Просто там уже Вот они валяются И лучше бы их не поднимать Ну слушай У них же у всех Вот у этих артистов Они же популярны Среди молодежи Да То есть они у кого-то кумиры И вот Ребята Подростки там смотрят И вау От того Хочу такие же кроссовки До мыслей Да Это во-первых О ценностях Которые мы Прививаем Сами Мы взрослые Нашим детям Маленьким Неокрепшим Головам Да Кто становится Ими кумирами На кого они хотят Быть похожи Что они видят Понимаешь Вот Такие темы Сейчас затрагиваем Недавно Просто такой Как-то был разговор Вот приходит Преподаватель В школу Вот он учит Там Детей Да Вот как большинство детей На него смотрят Вот он успешный человек Или нет Или ему Скажет президент Что Если вы хотели Добиться успеха То вам надо было Идти в бизнес А на самом деле Вот Надо чтобы Они добивались успеха Для того Что если мы хотим Вырастить поколение Другое Чтобы у нас Как-то и другие ценности Были И У меня просто У самого два сына Поэтому я вот так Как бы Я просто хочу Я просто хочу Чтобы 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 Те Которые будут Учить его в школе Чтобы они Чувствовали себя Личностью Что они нужны По-настоящему Потому что Они нам очень нужны Они воспитывают Наше поколение И Оно вот все Так должно меняться На самом деле В стране Постепенно Что не какими-то Бунтами С плесками А вот Вот оно Вот Растет И Меняет нашу жизнь К лучшему Кстати И это вот Как раз все воспитание О чем Ты говоришь О музыке А почему Он так влияет Опять же Это вот ценности На кого не смотрят На кого хотят быть похожи Второй момент Это опять же Насколько мы Серьезно относимся К музыкальному воспитанию Да В нашей школе Музыка Это было Предмет Я хотел спросить Ну такой Можно посидеть Ну что-то послушать Ну вот если тебе Что-то там привьют Ну хорошо А на самом деле Это даже В нашей школе На самом деле Я учился Там старались преподаватели Мы даже и Pink Floyd Слушали там На пластинках И вот Как-то уделялось Этому времени Вот И И в семье Очень важно То, что слушают В твоей семье Вот Когда мы с папой Слушали Дипапл В машине Там Чужа Слушали Я не могу сказать Что это Вот так оно и нужно Но поэтому У меня Такой был Сначала вкус Я слушал Русский рок Какой-то Американский Западный И потом Влекся И нирваны И подобное То, что было В принципе Тогда и популярно Потому что Вот музыка Мы пускаем ее В свою голову Понимаешь Это очень важно Мы Как бурчалки Винни-Пухи Мы идем И Бывает песни Ты ходишь Целый день Вот эту вот Фигню И ты хочешь Выкинуть Из своей головы Мы пускаем ее В голову Свою Мы не так много Полезных вещей Туда пускаем Чтобы целый день Их обдумывать Поэтому музыка Это очень важно Надо стараться Как бы Очищать Вот этот Большой эфир Который на нас Сейчас идет Со всех сторон И хочет Как бы Это Нас заполучить Да И воспитывать Музыкальный вкус Ребенка Воспитывать музыкальный вкус Ребенка Но если у тебя Папа Как бы В машине Там ты с ним едешь Он тебя слушает Там Шансон Не лучшего качества Какая осень В лагере Да Что там Голуби летят На нашей зоне Но как ты вырастишь Что ты будешь Слушать Тут мы узнаем Что мы слушали Шансоны Да Ну Хорошо А ты со своими детьми Что слушаешь Группу Марсель Ну группу Марсель Невольно Слушали Потому что они приходят На концертах И не самый Плохой на самом деле Вариант Я и не спорю Для их воспитания И на наши концерты Приходят и Дети Приходят своих родителей И это здорово На самом деле Потому что мы несем добро Хорошо Кроме группы Марсель Кроме группы Марсель Что мы слушаем Ну и ты И твои дети Давай Так Я на самом деле Действительно Смотрю Что в машине Я ставлю Когда я с ними еду Потому что Очень важный Вот этот кругозор То что они сейчас Маленькие Они впитывают себя Как в губки Расширять Когда я играю на саксофоне У меня уже есть Маленький саксофончик Который там Дают детям Мы слушаем с ними Саксофонистов Они приходят ко мне Я смотрю на ютубе Там какие-то ролики Они садятся Я включаю Мы смотрим их вместе Потому что Это все впитывается Они все это будут Потом как подсознательно Даже если там в три года Он там все не запомнит Это все вот Есть То есть Не знаю Правда не правда Но там Читал где-то Что в Штатах Там в детских садах Они там Кушают утром кашку А у них джаз играет Там Какой-то Может не самый сложный Там Ну что-то Это все прибивается Просто вот И вот это Поэтому там даже И поп-музыка популярная Она все равно другая Она как бы ну Круче Она потому что Ты иначе не будешь Воспринимать то Что у них есть вкус Вот у нас Например до карантина В Сестровецке Как раз таки Это часть Музея Шалаш На площади Свободы Есть арт-курорт И там Регулярно Организовывались концерты Которые называются Музыка в ползунках То есть там Дети ноль плюс Все ползают Кричат Но артисты К этому подготовлены И вот Это вообще просто супер А потом Дети могут подойти Там поиграть Или на гитаре Или на чем-то На скрипке Это вообще просто Вот это здорово Я тоже Всем бы посоветовала Когда все это возобновится Наверное это интересно Я не знаю Не могу сказать Есть ли от этого польза Там большая Опять же Когда вот такие маленькие То есть это значит Должны наверное психологи В этом разбираться Но по крайней мере Хуже точно от этого Никому не станет Ну музыку уже Определенную рекомендуют Даже беременным женщинам Слушать Так что Наверняка от этого Есть польза И влияет же действительно Есть какие-то исследования Ну музыка вообще Понимаешь Вот я вот считаю Сейчас мы правда Об этом скажем И начнут запрещать По радио Ставить песни Больше там 120 бпм Вот радио максимум Там играет Там включили продидж Вот насколько Количество ДТП В стране Увеличилось сразу же Smack my bitch И ты все хочешь там Вдавить газ там Поехать Это влияет на нас Потому что она вот Она действительно Нами управляет Тяжелый рок Или ты включил Классическую музыку Вот человек слушает А поеду-ка я С 40 км в час И мне так вот хорошо Слушай, ну я читала Она управляет нами буквально Знаешь, я читала Что в классической музыке Тоже некоторые влияют Как продиджи Она просто разная бывает Она просто разная бывает Естественно, нельзя Как бы под одну гребенку Классическая музыка Она абсолютно разная И абсолютно разные эмоции Вызывает Но то, что вообще музыка Как бы она управляет нами Это на самом деле Очень интересно Такая-то Тема Наверняка есть Много Людей, которые это изучают Как-то на профессиональном уровне Очень интересно И А мы вот этому не даем Такое важное значение При воспитании Поэтому, дорогие родители Призадумайтесь, что слушает Ваш ребенок И Что вы хотите вырастить В итоге И опять же Музыкальное воспитание Почему Много людей уделяет Очень Внимание Музыкальному воспитанию Будет там Детей Чтобы они С детства Учились играть на скрипке Не для того, чтобы Он потом с пиваком Вырос И вот говорят, что Хорошо, если человек Он знает 2-3 языка Да А лучше еще и больше И когда мы смотрим Нотную грамоту Мы музыканты На самом деле Можно сказать, что мы тоже Еще один язык выучили Вот Потому что Ну ты смотришь Для тебя это будет Абракадабра Там закорючка А для меня Это вот текст Который я читаю Да Мне, кстати Игорь Корнилюк Оставил автограф Нотами Пришлось расшифровывать Оказалось Город, которого нет Да Не поверишь Митя, ну слушай Вот вопрос Конечно же Неоригинальный Но Какие у тебя увлечения Кроме музыки Давай представим Если бы Митя Блинов Не был бы музыкантом Кем бы ты тогда был вообще Нет Тут говоришь Увлечения Во-первых Увлечения Мы немножко говорили Ну да Немножко Ну это хобби Ну это хобби такие У меня на самом деле Увлечений полно Начиная от того Что я ходил с металлоискателем По полям там в компании С ребятами И находил там всякие монетки Очень интересно Мне это очень нравилось Это почти как рыбалка Вот потом это стало незаконно Мы конечно же перестали этим заниматься Я очень люблю дайвинг У меня там есть Определенное количество сертификатов Разные там интересные погружения На затонувшие корабли На серьезные глубины С прохождения внутрь Там пещерный дайвинг Вот все это очень мне интересно Сноубордом я увлекаюсь Ну на таком очень начальном уровне Просто для себя катаюсь А так предосположенности Наверное неспроста Я стал директором группы Потому что у меня есть там Какие-то предосположенности Каким-то финансам Каким-то организаторским способностям Потом я люблю и умею продавать И в принципе я даже учился этому Вот поэтому может быть Я себя как-то нашел бы И в какой-то другой сфере Недвижимость Недвижимость? Может быть и недвижимость Почему нет? Но видимо как-то творчество У меня победило И я очень рад этому Это потрясающе И мы этому рады Еще один вопрос Если бы у тебя была возможность Написать письмо Самому себе В прошлое Что бы ты написал И в каком возрасте Был бы тот Митя Блинов Который должен был получить письмо Находился Или бы вообще написал? Что в 2009 году Надо было купить биткоины Как она Обдевался в 2008 году Дальше есть история Такая правда нет Что один парень Купил биткоины 10 тысяч биткоинов Потом поменял их на 25 долларов И заказал себе пиццу А сейчас они бы превратились В 60 миллионов долларов То есть если в таких вещах думать То можно как бы сойти с сумаком Знать что Если бы Я бы там сделал Какое бы письмо получил Вот Получил бы я письмо Я бы сделал что-то иначе И не был бы сейчас Вот здесь с вами Я бы не сидел Вот Не было бы Моей замечательной семьи Моих замечательных детей Моих замечательных друзей Как бы И всего остального Поэтому Надо довольствоваться тем Что есть Жить здесь и сейчас Потому что мы живем Вот прямо вот В эту вот секунду Вот мы сижу Вот в кресле Мы, Вера, с тобой Разговариваем И вот Вот это наша жизнь Она как бы Она не прошла Какое-то Которое уже никак не вернуть Не будущее Которое мы Ты знаешь Я так и думала Что ты ответишь Примерно так же Я знала Что ты Не стал бы писать себе письмо Очень, наверное Плохо жить Думая о том Что надо было Что-то поменять Очень много Есть чего изменить Конечно Но как бы Это повлияло сейчас На свою жизнь Я тоже не знаю Ну что ж Напоследок Формула успеха От Мити Блинова Ты можешь что-то Если бы я ее знал, Вера То опять же Не сидела бы Я приготовилась записывать Блин Ну, хорошо Что ты можешь посоветовать Тому, кто идет К своей мечте Но по каким-то причинам До сих пор не достиг ее Спотыкаются, например Знаешь, все Поголовно Советуют Идите к своей мечте Несмотря ни на что Там Кто бы что не говорил И отчасти Оно как бы Так и есть То есть Потому что Счастье на самом деле Оно не в конечной цели Оно Счастье у тебя Рождается в пути Ты вот эту себе Как бы мечту какую-то Выбрал И идешь Но это Определенная философия Кто-то Считает, что наоборот Чтобы быть абсолютно счастливым Надо от всего отказаться И ничего не желать В этом тоже есть своя правда Потому что Наши мечты Желания Как бы есть наши страдания Потому что Чего мы хотим Да И вот от этого страдаем Потому что у нас Как-то не получается Поэтому, ребята Тут просто Слушайте себя Как-то слушайте свое сердце И Пытайтесь как-то Жить в гармонии с собой Если вам очень Прямо чего-то хочется То значит Надо это Как-то сделать Если вы не можете От этого отказаться Ну Я-то Почему спрашиваю Начался наш разговор С того, что мы Оба тельцы А я знаю Какие качества У тельцов Это упертость А мужчина и женщина Что ж Тоже хороший совет На этой ноте Я хочу Еще раз поблагодарить тебя Что ты пришел Сегодня к нам в студию Поблагодарить за эту Прекрасную беседу И вам спасибо Что позвали И Специально для любимого Города Сестра Рецка Которую действительно Очень люблю Мне было очень приятно С вами тут поболтать Поговорить Спасибо, что позвали И я с удовольствием пришел А с вами мы увидимся Ровно через неделю Всего доброго И до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин